С 8 до 15 тонн увеличил объем переработки Архангельский мусоросортировочный комплекс. Показатель неплохой, если учесть, что предприятие работает пару месяцев. А до конца года, согласно региональной программе, в Архангельской агломерации установят 2000 баков для РСО. И судя по картине, которую увидел мой коллега Артемий Заварзин, пустовать контейнеры точно не будут. Все чаще яркие синие мусорные баки с желтыми наклейками можно встретить в городах нашего региона. В них можно складывать картон и бумагу, бутылки пластиковые и алюминиевые, баночки из-под шампуня и гелий, стеклянную тару. Эти баки обслуживает Архангельский мусоросортировочный комплекс. Новое предприятие работает в регионе с мая и за это время уже в полтора раза увеличило объем сортируемых отходов. Заключены договоры с местными переработчиками, с сборщиками сырья. Заключены договоры с переработчиками других регионов, в частности Санкт-Петербург, Подмосковье, Екатеринбург. Больше всего в контейнеры жители выносят стекло, бумагу и картон. Сортируют и пластик, но он легкий и занимает большой объем. Его на переработку отправляют в Подмосковье. Картон поедет в соседнюю Вологодскую область. Там же, в Череповце, перерабатывают алюминий и жесть. Как говорят специалисты, потребность в авторсырье огромная. Крупные перерабатывающие предприятия заинтересованы в больших объемах вторичного сырья. До конца года в регионе установят 2000 баков для раздельного сбора мусора. Это позволит комплексу выйти на максимальные мощности. Пока же три сотни таких контейнеров установлены в архангельской агломерации. В городе Новодвинск было установлено 30 контейнеров под раздельное накопление. Далее эта цифра будет до начала августа доведена до 35. Также планируется продолжать установку контейнеров в Архангельске и в Северодвинске. Сортировка мусора позволяет снизить нагрузку на местные полигоны и уменьшить воздействие на окружающую среду. А вещам дать вторую жизнь. Можно начать с малого. Отдельно выносить картон, бумагу и пластик в синий контейнер. А затем начать сортировать металлические изделия и стекло. Раздельный сбор в Архангельской области становится доступнее. И растущие объемы сортировки показывают, что жители в нем заинтересованы. Артемий Заварзин, Дмитрий Черноусов, Ольга Красулина. Регион 29.